Центр молодежного инновационного творчества совместно с НИИ медицины проводит Всероссийскую молодежную научно-практическую школу «Биомедицина. Компетенции будущего». На практических занятиях участники смогут познакомиться с доклиническими исследованиями, увидеть экспериментальные работы на малых организмах и оценить токсичность лекарственных средств на клетках костного мозга мыши. Здесь уже находится смесь клеток и смесь питательной среды. Клетки мы берем из бедренной кости мыши. Сначала мышь высыпляется эфиром, и впоследствии скрывается только бедренная кость, которую мы извлекаем. Она в стерильных условиях зачищается, и после этого выдувается костный мозг этой же средой с эмбриональной телячей сывороткой. Избегая заражения из окружающей среды, в стерильной бутылке со смесью обязательно проводится защитная процедура. Далее смесь перемешивается и добавляется в объеме 200 микролитров среды 96-луночные планшеты. Вместе с этим в лунки заливается стимулирующее вещество. Этот опыт дает более быстрый результат, нежели тесты на животных. Цель разработчиков – собрать материал, чтобы подать заявку на доклинические исследования, то есть разработать новый препарат. Сама доклиника проводится где-то около 5-7 лет, примерно столько же, даже больше на клинические исследования дается. И потом уже в течение этого всего происходит получение патента обладания данным веществом и другие непосредственно бумажные работы для получения сертификата на вещество. Раскапав среду, в которой уже есть клетки и добавив вещество, планшет ставится в специальный инкубатор на срок от 3 до 7 суток. Сразу после этого с помощью инвертированного микроскопа ведется подсчет клеток. Каждый столбец лунок присваивается к своему веществу, которое мы изучали. И идет подсчет колоний, которые мы насчитали, и непосредственное сравнение с контролем в той группе, в которой не было добавлено никакого вещества стимулирующего. На фотографиях видно, что вещество имеет активность. Эти маленькие так называемые пузырьки есть не что иное, как стволовые клетки костного мозга. Я работаю над веществами, которые обладают гемостимулирующей активностью и регенеративной активностью. То есть это улучшение состояния пациентов, онкобольных, если у них есть лейкопения, если это какие-то травмы, то улучшение регенерации. Улучшение регенерации не только мышечной ткани, но и нервной, возможно. То есть мы выходим на данный уровень и пытаемся над этим работать. Все три этапа пройдены. Эксперимент прошел удачно. Помимо этого участники научно-практической школы увидят весь технологический цикл таблетирования и оценки качества готовой лекарственной формы. В наше время фармакология достигла достаточного развития. И мы можем утверждать, что если препарат назначен врачом корректно, то он будет обязательно оказывать хотя бы незначительный, но положительный эффект. Вы знаете, многие люди, когда смотрят состав лекарственного средства, они видят, о, сколько туда входит разных веществ. У них страшное химическое название. На самом деле ничего страшного в этом нет. Наша задача это объяснить, рассказать и сделать, чтобы это было интересно. Мастер-класс по изготовлению твердой лекарственной формы должен впечатлить школьников и студентов на научно-практической школе. Особенно, если учесть, что каждый может попробовать сделать таблетку сам. Сначала мы изготавливаем таблеточную смесь из тех компонентов, которые необходимы. Это действующее вещество и вспомогательные вещества. Но перед тем, как готовить таблеточную смесь, естественно, мы оценили все технологические характеристики вспомогательных веществ и действующее вещество. И изготовили оптимальную лекарственную смесь. Для начала мы эту смесь должны равномерно смешать. После пьяной бочки полученная смесь отправляется в таблеточный пресс. В зависимости от действующего вещества насадки прибора меняются. Производительность – 3000 пилюлей в час. Но на этом работа не заканчивается. Необходимо проверить качество твердой лекарственной формы. Оценивание пластинок на раздавливание параллельно сопровождается измерением параметров таблетки. Здесь указана для каждой таблетки толщина. Прочность таблетки указана и диаметр таблетки. Здесь статистика подводится. Минимальная толщина усилия и диаметр, и максимальная. Ну и разброс. Следующий тест – способность материала изменяться в объеме и массе. Под действием истирающих усилий. Чем выше твердость, тем меньше истираемость. 10 таблеток крутятся в барабане 100 оборотов. После чего наступает следующий этап – распадаемость лекарственного средства. В течение 15 минут от пилюли не должно остаться и следа. НИИ биологической медицины разрабатывает несколько лекарственных препаратов, включая мочегонный препарат, анистероидный противовоспалительный препарат, гемостимулятор и еще несколько препаратов. Конечная цель всей нашей разработки – это выпуск и разработка инновационных лекарственных препаратов. Лично у меня тоже такая вот, ну, можно сказать, цель, не цель. Мне тоже хочется как-то помочь людям бороться с их проблемами, с их заболеваниями.